Алло. Елена Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка. Ваши специалист Калининский Краман. Слезались с вами касательно следующего вопроса. Десять минут назад поступила заявка на замену вашего финансового номера телефона. Вы подавали данную заявку? Нет. Я услышал. Также после данной заявки проследовал запрос на перевод денежных средств с вашего единого лицевого счета на сумму 2000 рублей на имя получателя Зайцева Ивана Михайловича. Подскажите, совершили ли вы запрос на данную денежную транзакцию? Алло. А, Виолетта Игоревна. Алло, да, что-то со связью. Я вас понял. Я говорю, нет, я ничего не переводила. Нет. Я вас услышал. То есть в отделении банка, либо по номеру горячей линии, вы также не связывались для данных заявок? Нет, не связывалось. Подскажите, возможно, вам знакомо имя получателя в лице Зайцева Ивана? Нет. Я вас услышал. Как вы не подтверждаете ни одного из данных действий, банк будет вынужден расценивать данное действие как вас мошенничество. Также по регламенту банка я обязан проинформировать вас, касательно того, как могли произойти данные мошеннические действия, а также изначально поставить вас в известность о том, что данную информацию вы не разглашаете третьим лицам, что есть также знакомым, друзьям, родственникам, так как для банка на момент расследования данные люди также являются третьими лицами. Данная информация является конфиденциальной, это статья 183 УК РФ, о неразглашении банковской, налоговой, а также коммерческой тайны. Подскажите, Вера Светлана, там же информация о политике конфиденциальности была вам понятна? Ну, да, но я никому ничего не говорил, никому ничего не отдавал, там, ну, то есть никакие свои данные никому не рассказывал. А сейчас мы на данный момент с вами связались по проблеме факта мошенничества, то есть данная информация также является конфиденциальной, и вы также ее не предоставляете третьим лицам. Так что подскажите, третьи лица на данный момент возле вас находятся? В смысле, а что значит третьи лица? Я на работе. Ну, смотрите, вы для банка являетесь... А вы для банка на данный момент являетесь вторым лицом, как клиент банка, и являетесь первым лицом, как банковский работник. Остальные же люди являются третьими лицами для банка, то есть они также не могут узнать о провождении операции по обеспечению безопасности вашего единого лицевого счета. А после того, что у вас на данный момент нет возможности покинуть помещение, в котором находятся третьи лица, для того, чтобы я мог безопасно предоставить вам дальнейшую информацию? Нет, потому что я не могу, я не могу уйти с рабочего места. У меня коммерческий директор здесь, мой руководитель. Я не могу уйти. Я вас услышала. Я вас услышала. В таком случае, Великой Игоревна, мне необходимо отправить данную заявку по службам безопасности банка для того, чтобы перенести наш с вами разговор, а также предоставить вам дальнейшую информацию. А можно вечером, потому что я вот на работе еще до вечера, вот, а можно мне как-то вечером позвонить? А в какое время вы будете свободны вечером? Так, ну я до полшестого работаю, где-то. Ну где-то вот я приезжаю домой где-то 15 минут с седьмого, вот так вот, 15-20 минут с седьмого, вот примерно вот так вот я приезжаю. Я вас услышал. То есть в таком случае, по московскому времени, я с вами связываюсь, и мы также, уточню вас, вам удобно, либо жене, то есть добрались вы домой или нет. Мы с вами продолжим данный разговор. Также не забывайте о политике конфиденциальности, то есть о том, что с вами работает банк, вы также третьим лицам информацию данную не разглашаете. В смысле, мне что, мне... Подождите, а мне что, в смысле, значит, не разглашать? Мне никому не говорить, что что-то там у меня произошло. В ближайшем отделении банков будут в первую очередь подозреваться, а также проходить проверку по факту мошеннических действий. Данная информация также была понятна? Ну так я же поеду в отделение Сбербанка в другой нигде, я получала этот, карта-то. Да. Или это не имеет значения, какое именно... Конечно, конечно. Смотрите, мы на данный момент не знаем, в какой банковской структуре находятся мошенники. А-а-а, поняла. Поэтому на данный момент, да, именно мы, если бы мы понимали, в какой банковской структуре находятся мошенники, мы бы направили вас в то отделение, да, в котором мошенников нет. А-а-а, поняла. Мы пока не владеем этой информацией, то есть происходят только внутрибанковские расследования по данному вопросу. Поэтому мы связались с вами для решения, а также предоставления дальнейшей информации о данном деле. Данная информация также понятна? Да, понятно. Так а сколько это будет все, вот это вот, вот это расследование, то вы сколько это будете проводить? Это, ну, сколько времени на это понадобится? К сожалению, пока данной информацией я не владею. То есть, для решения данного вопроса, а также вам необходимо будет следовать инструкции, которые вам предоставит уже сотрудник службы безопасности банка. После того, как мы с вами свяжемся, мне необходимо будет также перевести вас на специалисты службы безопасности для решения данного вопроса. То есть, всю информацию о дальнейшем расследовании вам предоставит уже сотрудник службы безопасности. То есть также сейчас самостоятельно вы действия никаких не предпринимаете, информацию о политике конфиденциальности также не забывайте, придерживаемся политике конфиденциальности, информацию не распространяйте. Слушайте, подождите, а как же мои деньги, которые, это вот до вечера, если они там пытались что-то сделать с лицевым счетом, у меня же там деньги. То есть до вечера это же... Пожалуйста, как клиенте банка была заблокирована, а также временно изъята из общего доступа, для того, чтобы мошенники во время внутрибанковского расследования не смогли совершать никаких мошеннических операций. Так а может мне пойти просто и снять эти деньги-то сразу после работы? Ну я же не пойду никуда, ни к кооперационистам, ничего. Я могу просто в отдельный этот банкомат заехать и снять все деньги. И никто у меня там ничего не украдет. Во время внутрибанковского расследования любые действия, то есть любые финансовые операции по вашим финансовым ячейкам, то есть без сопровождения специалистов службы безопасности, не допускаются. Так как это также может повлиять на ход расследования. То есть система безопасности, я так как заблокировала информацию о вас как о клиенте банка, может распознать любую финансовую операцию как действия мошенника. Ну как это распознать? Это же я снимаю деньги-то свои. Я машину только что продала. У меня там 700 тысяч лежит. Я же знаю, что это не мошенник, что это я снимаю деньги свои. Ну и там же у меня будет чек, квитанция, что это я. Ну я же потом могу предоставить службе безопасности чек, что это я сняла эти деньги наличные. Вы это понимаете. Я также это понимаю. Но есть регламент банка, которого необходимо придерживаться при факте мошеннических действий внутри банка. И есть определенная инструкция, которая вам необходимо придерживать. Все действия вы выполняете непосредственно под руководством специалистов службы безопасности банка. Они никуда у меня не денутся. Деньги-то. Нет. На данный момент по факту расследования ваши денежные средства будут оплаты на ваших финансовых ячейках. Естественно, если бы на данный момент у вас была возможность провести данную операцию сейчас, это бы было лучше. Так, отрябки для пола. Чем раньше мы проведем данную операцию, у вас будет обезопасен ваш единый лицевой счет. То есть для данной проблемы необходима именно замена вашего единого лицевого счета. Так как, к примеру, блокировка финансовых ячеек не приведет. Да, можно так. ...которые находятся внутри банка, также смогут разблокировать ваши финансовые ячейки и завладеть денежными средствами. Ну, то есть ничего не будет с деньгами. Я же переживаю. Ничего не будет с деньгами? Нет, на данный момент с вашими деньгами ничего не будет. Вам главное, придерживаться... Хорошо, меня успокоили. Веледа Игоревна, в таком случае, ожидайте звонок в 18.00 по московскому времени. Мы с вами связываемся, проводим дальнейшие процедуры. Угу. Ладно. А так вы же мне позвоните, да? Или... Вы мне позвоните, или... Другой сотрудник, ваш коллега. С вами могу связаться и я, либо же коллега. То есть, возможно, я также буду работать с клиентом. Поэтому система безопасности обремелит данный вызов на меня. То есть я с вами лично не связываюсь. С вами связывается система безопасности банка. Или же управляет заявку. Служба безопасности банка, да, вы будете направлены конкретно на то, что... Прошу прощения, система службы безопасности банка. Что-то со связью, ага. Все, поняла, поняла, хорошо. Ну, меня маленько успокоили, ладно, хорошо. Что мои деньги защищены. Ладно, тогда до вечера позвоните мне, хорошо? Обязательно. А то у меня деньги пропадут, они украдут деньги-то мои. А я хотела их на частичное досрочное погашение ипотеки. Я машину продала и хотела эти деньги, ну, как вы... Частично закрыть ипотеку. Кошмар. Ну, ладно, все, тогда я жду от вас звонка. Не переживайте за ваши деньги. Хорошо. К макинации динамной линии также не занимайте, ожидайте звонок от банка. Угу, хорошо, хорошо, да. Спасибо, до свидания. Алло. Да, Великой Игоревна, вас снова беспокоит технический отдел Сбербанка Климских Романов. Скажите, вы на данном моменте освободились? Да, 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 я вот сижу, я вот приехала домой, я вот сижу, жду вашего звонка. Великой Игоревна, укажите, третий лиц на данный момент присутствует при нашем с вами разговоре? Нет, 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 мы же еще на работе. Я вас услышал. Так что, на данный момент по регламенту Центрального банка я обязан проинформировать вас касательно сложившейся ситуации, именно самого факта мошенничества, как он мог произойти. Так что, подскажите, ознакомо ли вам понятие единый лицевой счет? Ну, так образно, ну, то есть лицевой счет и к нему привязаны там карты, что ли, да? Или я неправильно понимаю? Практически. То есть единый лицевой счет, то есть есть лицевой счет, это, в принципе, может быть любой счет, который закреплен либо же за каждой вашей финансовой ячейкой, либо же в других отраслях. То есть также коммунальные услуги, либо же тот же интернет вы можете оплачивать по лицевому счету. Единый лицевой счет – это внутрибанковский счет, который был выдан по вашим паспортным данным Центральным банком. То есть данный счет состоит из всех финансовых структур, а также банковских финансовых ячеек, таких как дебетовая карта, кредитная карта, вклады и так далее. То есть данный счет был создан для внутрибанковских операций, поэтому доступ к нему также имеют только банковские работники. Это могут быть работники контактных центров, работники отделений банков, а также руководители отделений. То есть на данный момент эта проблема заключается в том, что мошеннические действия совершались именно работниками банка. Возможно, также это была группа лиц. Так а вот непонятно только, когда людей-то принимают на работу. У нас когда людей принимают на работу, их там, если нужно, там и на полиграф, и службы безопасности у нас есть, они проверяют там по базам данных. Наверное же, все-таки Сбербанк такая организация, наверное же, людей как-то же должны проверять. Проверка на полиграфе производится именно с работниками структуры безопасности, службы безопасности, а также подразделения службы безопасности. Также проверка на полиграфе не проводится с рядовыми сотрудниками, то есть сотрудниками линейных отделений. Поэтому также есть вероятность, ну, такая ситуация встречается, не очень часто, но, к сожалению, встречается. Это человеческий фактор. Невозможно проследить за всеми, то есть, возможно, человек пришел на работу, также у него и не было никаких мыслей для совершения каких-либо действий. Но, возможно, жизненные какие-то обстоятельства принуждают людей к данным действиям. Это уже ситуация, которую нельзя контролировать изначально. Поэтому, к сожалению, данные действия происходят. Непосредственно мы работаем для того, чтобы данные действия не происходили, либо же притекать последствия данных действий. Я поняла. На момент, к сожалению, мы не знаем, в какой банковской структуре находятся мошенники. Поэтому в дальнейшем у вас также будут следовать попытки списания. Собственно, поэтому мы связались с вами в экстремном порядке. То есть, для решения данной проблемы, вам необходимо следовать инструкции, которую вам предоставит уже сотрудник службы безопасности банка. Также для того, чтобы я мог перевести вас на специалиста службы безопасности, нам необходимо составить заявку в финансовый отдел банка, а также пройти процедуру верификации. Процедура чего? Винчево? Это все за слово такое? Это верификация, то есть подтверждение, что вы являетесь клиентом банка. Это процедура, которая производится через роботизированную систему для подтверждения вас как клиента банка. И данная процедура производится через роботизированную систему двумя способами. Три факта мошеннических действий внутри банка. Данная процедура производится либо же по номеру договора банковского обслуживания, который вы заключали в отделении банка, либо же по номеру с лицевой стороны любой активной пластиковой карты. Таким образом, вы, когда проходите процедуру верификации роботизированной системы, вы предоставляете либо 12 символов с номера договора банковского обслуживания, либо же 16 или 18 символов с номера пластиковой карты. Именно номер, который вы указываете для пополнения вашего счета. Поняла, поняла. Также на данный момент я задам вам несколько публичных вопросов. Это вопросы общего характера. Укажите, сталкивались ли вы ранее с фактом мошеннических действий против вас? Да нет, да вы что, я вообще, вот вы мне когда позвонили, я конечно, ну как, я растерялась сначала и сразу не поняла, что вообще там. А потом уже, когда до меня дошло, и я поняла, что у меня же деньги там. Нет, у меня никогда такого не было. Слышал вас. Это ужасно просто. Также за последние 14 дней карты нашего, либо же карты других банковских структур, не были вам очерены? Нет, она всегда со мной. Также за последние 14 дней не передавали ли вы ваши паспортные данные в различные финансовые, брокерские компании, турагентства, либо же другие финансовые банковские структуры? Нет, нет, не передавала, я и говорила, что я никому не отдавала, ничего, свои личные данные нет. Также паспорт ваш не был утерян? Да он дома всегда лежит, я его с собой не ношу. Услышал вас. Также на данный момент, так как вся информация о вас, как о клиенте банка, была заблокирована, а также временно изъята из общего доступа и соображения безопасности, то есть по факту мошенничества, мы будем составлять заявку в финансовый отдел нашего банка в голосовом порядке. Что это значит? Сейчас я задам вам ряд вопросов, касательно ваших финансовых ячеек. Это будет последнее действие по ним, а также остаточный баланс. Нет, подождите, пожалуйста, извините, пожалуйста, я перебью, а вот эта вот заявка, да, она вот, вот вы сказали в голосовом, а может быть надо как-то письменном куда-то, может мне к вам приехать и как-то письменно все это написать на каком-то бланке, я не знаю, есть же какая-то форма бланка, ну я не знаю. Верита Игоревна, если бы была возможность составлять данную заявку, а также вообще проводить данную процедуру в присутствии сотрудников и непосредственно в отделении банков, мы бы непосредственно оповестили изначально вас о данной ситуации, то есть о том, что вам необходимо подойти или даже в отделение для решения данной проблемы. Но только как на данный момент в отделениях банка находятся мошенники, мы не можем позволить, чтобы вы подошли, к примеру, в какое-то отделение, где может находиться вероятный мошенник. А также в отделении, где находимся мы, то есть город Москва, улица Лавилова, 19, это центральный отрасль, где в принципе можно было бы совершить данное действие, но также на данный момент действует контрольно-пропускная система в данном отделении, то есть чтобы зайти также в отделение и совершать данное действие, вам необходимо изначально подавать заявку, запрос, который будет обрабатываться в течение нескольких дней. Ну это все долго. Ага, я поняла. Поэтому вы будете составлять данную заявку именно в голосовом порядке, в телефонном режиме. Данная информация понятна. Да, 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 я все поняла, да, спасибо, что объяснили. Хорошо. Ну скажите, онлайн-кабинетом нашего банка вы пользуетесь? Нет, у меня нет. Ну да у меня только карточка, а в телефоне нет. Приложение Сбербанк Онлайн вы не устанавливали на ваш ни мобильный телефон, ни компьютер? Нет. Мне что-то как-то неудобно, я... Муж говорит, давай, давай, сделаем, смотри, как у меня удобно, как хорошо. Не знаю, мне неудобно. Мне вот просто карта вот и все. Я вас понял. Также являетесь ли вы вкладчиком нашего банка? Нет. Ну, в смысле, у меня только карта и все. Ну, больше никаких у меня нет. Ну, это карта. Да. Также какие последние действия вы совершали по вашей дебетовой карте? Ну, я ходила в магазин. То есть совершенно расходная операция? Ну, да, ходила в магазин, там в этот... В пятерочку или в магнит, я уж не помню. Ну, продукты, молоко, хлеб. Вы совершали просто оплату через терминал вашей карты. Угу. Также какой вы фиксировали остаточный баланс по вашей дебетовой карте? Я же говорю, вот, я положила деньги. У меня там то, что машину-то я продала. И там у меня сколько-то было, там я не помню. Вот, ну, то, что я там расплачивалась. Ну, у меня где-то, вот, я говорю, 700 тысяч. Ну, то есть то, что я продала, вот, машину... О, Господи, сколько же мы ее продали? 600, 620 мы ее продали. И плюс вот этот вот остаток, то, что... Ну, где-то 700 тысяч у меня там. Я уж точно сейчас не помню, я не скажу. А подскажите, вам смс-уведомления с номером 900 поступают при покупке, либо же при пополнении счета, при снятии... Мне тогда предлагали, я не стала. По 60 рублей там чего-то там списывают. Я не стала подключать эту услугу. В таком случае мы фиксируем остаточный баланс приблизительно в районе 700 тысяч рублей. Верно? Угу, да. Также кредитные карты нашего банка вы не пользуетесь? Нет, нет, ничего нет. Так у мужа есть, а мне и мне не надо. То есть вы также не получали там ее карты, у него теление банка на рабочем месте? Ну, как? Она сначала была как зарплатная, нам на работе давали давно. А потом на работе решили перейти на другой банк. Вот. И мне сказали, что можно ее оставить, эту карту, просто как вот дебетовую. Ну, там, ну вот, зарплата будет там на другую приходить, потому что организация решила с другим банком сотрудничать. А эту, говорит, можете оставить, не обязательно ее закрывать. Ну, говорит, можете закрыть. Но я решила вот ее оставить. Вот так вот. То есть она не кредитная. Ну, самая обычная, дебетовая. А также сберегательные книги, либо другие счета в нашем банке у вас имеются? Нет, нет, этого нет, ничего. Давайте подытожим. На данный момент в нашей банковской структуре у вас активная одна финансовая ячейка. Это ваша дебетовая карта, верно вас понимаю? Угу, да. Также на данный момент мы можем подозревать, что ваши паспортные данные были скомпрометированы. И утечка также может проходить из других банковских структур. Поэтому по регламенту Центрального банка мы также обязаны оповещать наши банки-партнеры о факте мошеннических действий по вашему единому лицевому счету. Также вы скажите, в каких банковских структурах вы отслуживаетесь помимо нашего банка? ВТБ, ну вот это куда вот зарплата. То есть сначала на работе вот они со Сбербанком, а потом решили всех на ВТБ. Вот, то есть у меня зарплатное ВТБ. Туда зарплата приходит. Услышал вас. То есть также на данный момент нам необходимо отправить заявку в ВТБ банк на проверку данной информации по факту мошенничества. То есть также по факту мошенничества внутри банка отправляется два вида заявок. Это обычная заявка, либо же экстремная. Обычная заявка подается в том случае, если же на вашем общем балансе, доступном списании в данной банковской структуре, то есть на всех финансовых ячейках, сумма не превышает 100 тысяч рублей. Данная заявка отправляется, а также обрабатывается в течение одного часа. И также если на вашем общем балансе, доступном списании в данной банковской структуре, сумма списания превышает 100 тысяч рублей, мы подаем экстренную заявку, которая в свою очередь обрабатывается в течение 5-7 минуты. Конечно, надо экстренную. Там деньги. Подайте, пожалуйста, экстренную заявку. Я вас услышал. Также на данный момент нам необходимо пройти процедуру верификации, чтобы подтвердить вас как клиенты банка. Данная процедура производится, также, повторюсь, через роботизированную систему, которая фиксирует вас в голосовом порядке. Также данная процедура производится либо же через номер договора банковского обслуживания, который вы подписали в отделении банка, либо же по номеру любой активной классики вековки. Скажите, как вам будет удобнее пройти процедуру верификации? Договор, я, честно, не знаю где. Мы только переехали. Мы еще тут, можно сказать, на коробках живем. Вот. Естественно, я его сейчас нигде не найду. У меня нас вообще черт ногу сломит. где документы, где что. Вот. Ну, вот если только по карте, конечно. А как еще? Сейчас я не найду договор. И даже не представляю, в какой коробке он лежит. Я вас услышал. В таком случае мы можем пройти процедуру по номеру вашего активного пластикового продукта. Скажите, а ваша пластиковая карта находится сейчас при вас? Ну, она в сумке, в кошельке, да. Хорошо, возьмите ее в руки и также отложите ее к лицевой стороне к себе. Я знаю. Сейчас, подождите, я зайду эти сумки. Так, ага, взяла. Также подскажите, проходили ли вы ранее процедуру верификации через роботизированную систему по номеру договора либо же по номеру пластиковой карты? Нет, нет, никогда не проходила. В таком случае, вкратце, инструктирую вас, чтобы у вас было понимание для прохождения данной процедуры, чтобы вы ее прошли правильно. Сейчас, когда я переведу вас в роботизированную систему, вы услышите определенный сигнал, после которого вы проговариваете о роботизированной системе 16 либо же 18 символов с лицевой стороны вашей пластиковой карты. Также данные символы вы проговариваете медленно, членораздельно и по одному. То есть, к примеру, 2, 2, 0, 2, 4, 4. 4, 6 и так далее. То есть, в каком порядке и как это последует? Да, это понятно. То есть, если вы будете проговаривать о роботизированной системе парные цифры, к примеру, 22, 02, 44, 46, алгоритм роботизированной системы не позволит пройти процедуру верификации? Это понятно. А, мне сама так все понятно? Да, 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 это я поняла. Хорошо. По одной. В этом случае, когда будете готовы, оповестите меня, я переведу вас в роботизированную систему. Ну, я готова. Вот карта передо мной, я готова. Хорошо. Перевожу вас в роботизированную систему банка. После звукового сигнала члены раздельно продиктуйте данные. Алло. Да, Великата Игоревна. Я все сделала, все это, ну, сказала. Я вас услышал. В таком случае, ожидаем ответ от роботизированной системы. Также укажите, когда последний раз вы посвящали отделение банка? Хороший вопрос. Не помню, давно. Я не помню. Ну, мы платим все. Муж платит через квиточки, через вот это приложение. Вот. Не давно, ну, то есть, нет, не было причины туда ходить. Давно не было, не знаю, может, год, может, полтора. Я вас услышал. Также, возможно, вам поступали звонки с номера 900 от роботников банка за последние несколько дней, уже несколько недель. Нет, не звонили. Должны были? Я вас услышал. То есть, к вам могли поступать звонки с различными предложениями, то есть, о кредитовании или даже о различных банковских услугах. И также у вас могли запрашивать какие-либо конфиденциальные данные либо другие данные. Также на данный момент роботизированная система не подтвердила вас как клиента банка. Подскажите, вы медленно, раздельно проговорили данную информацию? Ну да, 4, 2, 7, 6. Вот так вот. Я вас услышал. Послушайте, возможно, вы перепутали какие-либо цифры, может быть, какие-то цифры затерты. Возможно, номер вашей карты либо же сама ваша карта просрочена, то есть, возможно, срок годности. Нет, у нее срок, да, 07-го, 21-го, ну, то есть, июль 21-го года, то есть, ну, нет. Я услышал вас. В таком случае, давайте попробуем повторно пройти процедуру верификации. То есть, также будьте внимательны, так как после трех попыток прохождения процедуры верификации, данная информация также может быть заблокирована системой безопасности банка. То есть, будьте, пожалуйста, внимательны, проговаривайте медленно, сильно раздельно и непосредственно то, что указано у вас на пластиковом продукте. Я перевожу вас в роботизированные. Хорошо. Хорошо. После звукового сигнала члена раздельно продиктуйте данные. 4, 2, 7, 6, 0, 0, 7, 4, 9, 7, 9, 3, 3, 8, 3, 5. Продиктуйте данные. Да, Велита Игоревна? Да, да. Предоставили информацию? Все, все, прям четко сказала. Ну, по одной цифре. Они у меня не затерты, ну, нормальные цифры. Я вас услышал. В любом случае, ожидайте на линии, будем ожидать ответов с роботизированной системы банка. Хорошо. Алло. Алло. Да, да. Роботизированная система также еще обрабатывает информацию. А также поступила ответ от роботизированной системы. Она также не распознала вас как клиент банка. Как такое может быть-то? Вы точно уверены, что вы проговариваете верно? Ну, сегодня вроде пятница, конец рабочей недели, ну, я, ну, знаете, пока в сознании. Ну, из-за зрения у меня вроде все нормально. Я вас услышал. В таком случае также... Может быть, есть другой какой-нибудь способ? Не знаю. Вот договор, конечно, я сейчас не найду. Может, мне попробовать его поискать? Попробуйте поискать ваш договор. Сколько вам необходимо времени? Ой, господи, с этими коробками. Давайте, может быть, ну, хотя бы, не знаю, ну, полчаса, может быть, я не знаю. Даже не представляю. Но он точно должен быть, потому что, когда я собирала, когда мы собирали вещи, чтобы переезжать, вот, говорю, мы квартиру купили бы, потеку, я точно помню, что я, ну, я перебирала документы, я помню, что точно я его видела. А где именно эта вот, ну, вот эта, господи, ну, коробочка с документами? Я не знаю, в какой именно большой коробке она, в какой именно сумке или коробке, куда положила, не знаю. Мы прямо вот ток-ток переехали. Я услышал. А также, Великой Игоревич, просмотрите на данный момент и еще раз внимательнее вашу карту. Возможно, на данный момент, то есть система банка показывает, что карта, которую вы проговариваете, это карта нашего банка. Но на данный момент она не подтверждает, что вы, именно вы, являетесь ее держателем. Как так-то? Как так-то? Ну, давайте попробуем дойти договор. Ну, если уж, ой, не знаю, я прям, что делать-то? Как же надо из этой ситуации выходить? Просмотрите, пожалуйста, внимательнее вашу карту на данный момент. Вы проговаривали 16 символов. Возможно, какие-то из данных цифр были затерты. Либо вы, возможно, не разглядели какого-то из них. И были либо же одну, либо же несколько символов неверно. Неверно. Вот я все вижу. Она мне не затерта. Она не старая карта-то. Я так, ну, стараюсь аккуратно, бережно относиться к вещам. Там я не знаю, Я вас услышал. Давайте повторно попробуем пройти процедуру вирификации. А вот это, вы сказали, что после третьего раза. Это уже будет третий раз. И если сейчас вот третий раз вот она опять не распознается, что у меня сейчас все заблокируется. Или вот вы говорили, что там все заблокируется. Нет, давайте я попробую действительно договор поискать. Ну, сколько говорю? Ну, мне может минут 20. Поищите договор. В таком случае я отправляю запрос службы безопасности. То есть, я еще указываю, что вы на данный момент не можете найти ваш договор банковского обслуживания. Но мне, если придет отказ от службы безопасности банка, то есть, вы начали уже проходить процедуру верификации по номеру вашего пластикового продукта. То есть, это означает, что ваш пластиковый продукт находится у вас в руках. Если вы же указываете неверные символы, это также может означать, что вы не являетесь клиентом банка. То есть, вы указываете карты нашего банка, но не указываете полную досковерную информацию. Также, если вы говорите, что все символы вы указываете верно, на данный момент система банка, а также служба безопасности не может в этом убедиться, как вы предоставляете неверную карту. Данная информация также понятна? Да, понятно. Давайте попробуем договор. Все-таки это третий раз. Я переживаю, сейчас все заблокируется у меня там. В таком случае, я на данный момент перерываю связь, отправляю запрос в службу безопасности. Если также служба безопасности даст мне ответ, что нам необходимо данную процедуру также совершить именно теперь уже, после того, как мы уже начали ее совершать по номеру вашего пластикового продукта, нам необходимо будет завершить данную процедуру именно по номеру пластикового продукта. Так что, если мне придется ответ от службы безопасности банка, я свяжусь с вами ранее с планированного времени. Вы, пожалуйста, отправьте туда вот эту заявку в службу безопасности, что вот просто такая ситуация и может быть возможно будет по номеру договора, но как-то вот надо войти, попробовать войти в ситуацию человека, ну в мою ситуацию. на данный момент вам была предоставлена возможность совершить процедуру верификации либо по номеру договора, либо по номеру вашего пластикового продукта. И как вы уже выбрали номер вашего пластикового продукта, нам необходимо завершить операцию именно по номеру вашего пластикового продукта. То есть... Ну давайте, ладно, третий раз попробую. Я, конечно, так переживаю. Алло. 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 Да, Валя Тигриевна. Я что-то, алло, алло, тишина что-то... Произошел обрыв по линии. Я слышал, как вы говорили, вы не слышали меня. Ага. Верно вас понимаю? Я вас услышал. Да, я алло, алло. Тишина. И я уж нажал на красную. Алло, алло. Услышал вас. В таком случае я также готова в авторном проходить процедуру верификации? Да, давайте. В таком случае перевожу вас в роботизированную систему банка. После звукового сигнала члены раздельно продиктуйте данные. 4, 2, 7, 6, 0, 0, 7, 4, 9, 7, 9, 3, 3, 8, 3, 5. Продолжение следует... Алло. Алло. Да, Великой Игоревне. На данный момент информация также обрабатывается. Ожидайте на линии ответ от роботизированной системы. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...